Автор этого видео не преследовал цели хоть кого-то оскорбить. Здравствуйте! У нас сегодня будет весьма-весьма необычное видео. Мы сегодня будем обсуждать и анализировать порнографию. Порно. Порнушку. Порево. Короче, вот вообще небогоугодный контент. Маленький экскурс. Самый популярный порнографический видеохостинг PornHub опубликовал ежегодную статистику по запросам, по топам категории и так далее. Эта статистика говорит о очень многих вещах, о которых серьезно можно сегодня поговорить. Друзья, есть ли что-то более искреннее и настоящее, чем сексуальные предпочтения? Как мне кажется, они иллюстрируют, прям идеально иллюстрируют социальные проблемы, психологические, в том числе и политические. И сегодня мы в этом убедимся. И начнем мы с гендерных запросов, что ищут мужчины, а что женщины. В топ-14 любимых женских категорий попадает Double Penetration, Тройник и Групповуха. Не знаю, как вы, но мне казалось, что у женщин будут куда более скромные запросы. Любопытно то, что ничем этим мужчины не интересуются. Зато у них есть Фортнайт. Welcome to the club, buddy. Double Penetration, Тройник, Групповуха. Я надеюсь, это навсегда поставит точки в споре, а нравится ли женщинам, когда к ним относятся хуево и как говну. А не дрочат на это. В прямом смысле. Феминистки бесконечно манипулируют такими словами, как насильник, узурпатор, угнетатель и так далее. Так это всего лишь предложение. Предложение на активный спрос. Примечательно то, что у женщин лидирует по тегам романтическая порно. То есть она хочет прелюдии, романтики, цветов, поцелуев и чтоб ее отодрали как шлюшку. Блядь, зачем я все это рассказываю? Самая популярная женская книга за последнее время, вот прямо-таки бестселлер, это 50 оттенков серого. Книга про БДСМ. Они любят это. Им это нравится. Смею предположить, что именно из-за этого женщины выбирают агрессивных тупых долбоебов в качестве партнера. Эти агрессивные тупые долбоебы их потом пиздят, угнетают, насилуют. И ладно, если бы это было только с ними, но у них появляется ребенок, который тоже живет в насилии. А из семьи, где царит насилие, нормальный человек выйдет вряд ли. В конечном итоге общество получает неправильную человека из-за неправильного выбранного матерью партнера. Перед нами общая мировая статистика по категориям. Хентай обгоняет по запросам Russian. Редко у какой страны запрос их национальности ниже первого места. Украины то же самое, кстати. Вы там че, охуялись что ли? Это аннексия нашей культуры японцами. В топах также присутствуют и Overwatch, и Fortnite. Притом интересно то, что ни одну из этих игр русская комьюнити не смотрит принципиально. Если вы зайдете на Twitch в категорию этих игр, то русских каналов либо нет вообще, либо они очень-очень маленькие. 500 человек смотрит самый популярный русский стрим по Fortnite. Когда Банан запускал Overwatch, с 2000 человек на стриме оставалось 400. В сравнении с остальным миром ни в Overwatch, ни в Fortnite у нас не играют вообще. Но при этом на них дрочат. Как это объясняется? То ли дело доточка, кс-очка, там наших много. Россия попала в топ стран с самым быстрым временем просмотра. Это не гонки. Здесь показатель скорости не совсем круто. Вот скорее наоборот. Притом Украина занимает одно из лидирующих мест в мире по этому показателю. Цепремога. Я всегда считал, что сегодня отличий между этими двумя странами, как культурных, так и ментальных, практически нет. Но, казалось бы, такой интимный аспект, как порно-статистика, и он очень разный. Страны сильно отличаются друг от друга. Во Франции на 93% вырос запрос арабского порно. Любопытно, что практически настолько же вырос запрос куколды. Вот прям смотришь на европейских мужчин сегодня и понимаешь, что нравится им наблюдать то, что происходит с их женщинами, матерями, дочерями. Вот мы не имеем права их судить. Мы не знаем их лично. Пропорционально этому наблюдается 57% прирост категории бэйби. Да, это не совсем бэйби, то есть это не ребенок, а детка. Но поскольку на порнхабе нет СП, приходится находить обходные пути. Нельзя отрицать, что в той культуре очень сильно распространены отношения с несовершеннолетними. Особенно сильно это развито в Афганистане, Пакистане, откуда огромное количество ребят сегодня едет во Францию. Это достаточно старая традиция. Очень многие семьи отдают своих девочек просто за материальное вознаграждение. Большинством теологов и лидеров это разрешено. Открывайте гугл и смотрите сами. Это пишется во всех источниках абсолютно, что я нашел. Подобные действия нередко описываются и в священной книге. По сути, ребенок-девочка это просто-напросто товар, который продают родители вследствие плохой финансовой обстановки. Феминизм, ты где? Ах, я забыл. Тебе же квоты в гугл нужны и чтоб персонажи в играх соответствовали твоим фантазиям. До реальных проблем женщин тебе дела нет. Ведь куда проще обвинить Эда Ширина в сексизме за то, что он вышел на концерт в футболке. Не в какой-то особенной, а просто в футболке. Типа женщины на концерты одеваются хорошо, а мужчины как угодно. И это сексизм. Кстати, детские браки очень широко распространены в Индии. 40% всех детских браков приходится именно на Индию. Страдающая, небезразличная европейская общественность занимается чем угодно. Только не тем, чем реально надо помогать. Запишите в комментариях, есть ли сегодня хоть одна нормальная международная организация, которая занимается чем-то полезным. Вот что прям деньги хотелось им перевести. Потому что сейчас я знаю только конченых фриков. А еще я знаю организацию, которая деньги переводит уже вам. Что такое кэшбэк-сервисы, вы уже знаете. Ими пользуются все. С каждой покупки из любого магазина вам возвращают процент. Умение распоряжаться финансами – атрибут успешных людей. Они не упускают шанс сэкономить даже копейку. Почему я рекомендую именно сервис Мегабонус? Во-первых, он международный. Во-вторых, более тысячи популярных интернет-магазинов. Алиэкспресс, Букинг, МВидео – просто все. В-третьих, он очень прост в управлении. Один раз установил расширение в браузер и забыл. Делаешь покупки, как обычно, а от тебя капает процент. В-четвертых, его расширение показывает надежность продавца. Сервис защищает своих пользователей от недобросовестных барыг. Пятое. На сервисе раздаются купоны и промокоды, чтобы получить еще большую скидку. И шестое. Деньги можно выводить на любую удобную платежную систему. Я не вижу ни одной причины сервис не попробовать. Особенно если вы большой шопоголик. Ссылка будет в описании. Если меня спросят, что такое настоящий патриотизм, я покажу им статистику Польши на Порнхабе. У большинства стран в топе запросов лидирует их национальность. У французов, немцев, шведов, особенно много у аргентинцев целых шесть позиций. У поляков их семь. Вот это я понимаю патриотизм. Как вы думаете, это каким-то образом связано с тем, что поляки очень большие националисты, шовинисты, или это просто порно и не более? Самая популярная порноактриса – Stormy Daniels. Эээээ, комментировать мне нечем, результаты я не принимаю. На втором месте Мия Халифа, и я про нее слышу просто везде. Однажды, обсуждая с бананом одну девушку, он сказал, что вот если ее вывезти на неделю на дачу, через неделю она зарастет как медведь. И вот здесь так же само. Да, определенно в ней что-то есть. Мия, не переживай, я лишь предполагаю. Просто однажды у меня была подруга с подвохом, и, к сожалению, это был не член. У нее волос на ноге было почти столько же, сколько у меня. А теперь я остерегаюсь. Кстати, она стримит на Твиче, и, что самое интересное, порноактриса стримит намного скромнее, целомудреннее, чем любая стримерша на этом ресурсе. Скромненько в свитерке, готовит кушать. Ну, разве не прелесть? Огромный ей за это респ... Кстати, давайте я это лично выскажу. Сразу говорю, лингвист, идите нахуй. Акцент такой, какой есть. Все, блядь. Пацаны, вы знаете, что делать, кому пересылать. Кто знает, может, на стриме я позовем. Хотя здесь можно помозговать. Я ее похвалил за внешний вид на ее стримах, потому что модель и образ поведения индивида соответствуют парадигме, привитой мне социумом. Проще говоря, меня бугуртит от стримерш, которые жмакают сиськи или елозят жопой по камере, потому что мое представление стереотипизировано, и модель их поведения с этой стереотипизацией не сочетается. Есть некое культурное поле, наше, где есть некий стандарт. Телка не может жмакать сиськами. Но не любое отклонение от этого стандарта является неправильным, потому что существует множество культур, которые очень сильно противоречат нашей. Но мы же не считаем их неверными. Я узник навязанного восприятия. Мои мысли и мнения сконструированы не мною. Пиздец. Третье место Райли Ридзи. Тут уже претензий нет. Она, знаете, чем-то похожа на типичную одноклассницу. Как же сложно искать фотки, где они одеты. Это просто пиздец. И на самом деле я их не нашел, я поэтому делаю лицо крупным планом. Четвертое место Лана Роудс. И что интересно, она из крайней религиозной семьи. Большие запреты, спонсор больших желаний. На пятом месте Брэнди Лав, вот прям вылитая мамка Стифлера. Кстати, по поводу нее. Знаете, есть выражение, часть скитикает, срокодность, не успей пока молодая. Нихуя общего с реальностью это не имеет. У большинства стран в топах есть категория MILF. Это сигнализирует не что иное, как то, что женщина в любом возрасте ликвидна. Если она за собой хоть малость следит. Притом, бальзаковский возраст широко востребован не только среди мужчин-ровесников, но и среди молодняка. На месте женщины мне бы по пизде было бы вообще на возраст. А они загоняются, комплексуют, их спрашивать об этом некультурно, как вы знаете. Весьма интересный график, связанный с источниками трафика. Люди перестали смотреть контент на компьютере. Похожая картина наблюдается и на моем канале. 5 лет назад меня 65% аудитории смотрело с компьютера. Сегодня же 52% с телефона. Мой вам совет, купите себе айпад. С него намного удобнее. Вся эта пурнхабовская аналитика демонстрирует, что пурны это самая настоящая наука. На основании имеющихся результатов можно делать очень интересные выводы. Статистика интересна с точки зрения маркетинга, психологии, социологии и много чего другого. Если анонизм это научная деятельность, то ты в ней доктор наук. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!